Чем ты недоволен? И не знаю почему, человек как-то более склонен думать о плохом, думать о самом хужем варианте, исходе. Как-то человек больше склонен накручивать себе самое ужасное. Поднялась температура и уже кажется, уже придумал себе и корону себе с диагноз поставил, и уже неделю себя на больничное положил. И вопрос, ну а почему туда думать, в ту сторону? Ведь можно же думать в другую сторону. Почему именно нужно думать сразу о плохом? И мы с вами, друзья, сегодня поговорим о ропоте, поговорим о сущности именно ропота. В этом видео, которое мы просмотрели, я думаю, оно отражает сегодня и заставляет нас задуматься вот над этой ситуацией, реальностью. Когда мы думаем, что все плохо, когда мы думаем, что у нас точно все плохо, всего лишь требуется немножко времени. И потом мы начинаем думать по-другому и понимаем, так оказывается, это было хорошо. Оказывается, это было даже очень хорошо. Или в другой вариант, можно вернуть немножко пленку назад, вернуться в бывший Советский Союз и вспомнить, как мы жили там. И мы осознаем, как мы быстро забыли, как плохо было там и как хорошо сегодня. И таким образом мы с вами подходим к этому вопросу, сущность ропота. У нас сегодня есть много причин для того, чтобы быть недовольным на кого-то или на что-то. Но вообще я вижу, что Писание или Дух Евангелия призывает нас жить, думать, реагировать совершенно по-другому. Итак, определение ропота. Первое, что я прочитал, в словаре написано «Ропот» — это недовольство, выражаемое негромкой речью в неясной форме. И вы, друзья, сразу, наверное… Нет, можно вернуться назад, этот слайд. Вы, наверное, сразу подумали, ну как это негромкое, неясное. Вы, наверное, слышали ропот очень громкий и очень ясный, правда? Ну, это, наверное, оно так было. Словарь писался, наверное, 100-200 лет назад. Сейчас оно так вот уже развилось, уже ропот стал более такой, ну, эффективный или более ясный, более громкий. Ропот по-другому — это недовольство положением, это восстание против каких-то обстоятельств, против людей, против водительства Божия. Это несогласие. Иногда это несогласие, оно неумышленно выражается, несогласие с суверенностью Бога. Что Бог контролирует все обстоятельства, которые происходят у нас на земле. Или несогласие с авторитетом Бога. Это также недовольство, выражено в форме жалобы, бунта, нежелания, негодования. Иногда это начинается в мыслях. Также ропот проявляется, когда мы жалуемся посторонним людям больше, чем тем людям, к кому это относится. То есть не по адресу. И ропот иногда часто людей вводит в такое заблуждение, что мы думаем, что если что-то изменить, то, значит, вот все сразу изменится. Если вот изменятся мои обстоятельства, я сразу перестану роптать. На самом деле это не совсем так, потому что это мы всего лишь обращаем внимание на симптомы. Но корень проблемы скрыт намного глубже. И корень проблемы не в обстоятельствах, а именно в здоровье нашего духа. С другой стороны, хочется также добавить, что это не значит, что нельзя искать перемен к лучшему. Человек говорит, мне холодно. Вы его ругаете, что ты ропщешь? Просто извиняюсь, сказал, что мне холодно. Или говорит, мне жарко. Или я не согласен с тем, не согласен с вот этой ситуацией. Несогласие с чем-то или поиск чего-то лучшего, это не значит, что это ропот. Это нормально. Мы с вами попробуем разобраться, где же это ропот, а где же это просто здоровое выражение какого-то несогласия с каким-то обстоятельством или мнением или болью. Дальше, друзья, ропот, это определение также входит в саможалость. Это большая составляющая ропота. Самосожаление. Меня себе самого жалко. И я требую к себе внимания. В этом также проявляется недоверие Богу, когда мы не можем изменить ситуацию. Когда мы спрашиваем у Бога почему. Когда мы не готовы сказать, Боже, да будет воля Твоя. Но я хочу, чтобы воля была моя, Божия, а не Твоя. Если вам кажется, что сегодня, на данный момент в вашей жизни нету ропота, то подождите всего лишь до первого резкого поворота. Ропот чаще проявляется только, почти всегда в трудностях, когда нас обижают, достают, когда нам что-то больно или некомфортно. Я как-то рассказывал, что часто люди говорят, что мы вас любим, пастор, мы любим церковь, мы там, вами кто-то восхищается там на работе или в семье. Но это до первого такого поворота. Как только вы человека затронете, как только вы человека где-то обидите, вы сразу увидите совершенно другую картину. Эта природа, она как бы вскрывается под этим воздействием. И, конечно же, наши трудности, обстоятельства, которые мы переживаем на земле, иногда это бывают последствия нашего неправильного выбора. И у нас нету выбора, как только просить и ждать милости у Бога. Иногда трудности, которые мы проходим на земле, нам важно понимать, что иногда это Богом допущено. Даже в жизни у верующих людей. Потому что любящим Бога, кто это исповедует, кто так верит, кто так хочет жить, что я Бога люблю, я Богу сдаюсь, моя жизнь принадлежит Богу, я в Его руках. Не в своих, а в Его руках. Значит, что-то мы по жизни проходим. И нам важно понимать, как мы это проходим и правильно реагировать на это. О израильском народе написано, что Бог водил народ израильский по пустыне, чтобы узнать, что у них в сердце, испытать Его. Вот так иногда и по жизни тоже нас Бог водит. Если мы посмотрим на весь дух Евангелия, то, кстати, можно сразу заметить, что весь дух, то есть вот если сделать такой итог Нового Завета, там говорится, что христианское настроение, реакция, это всегда должна быть радость, это благодарность за все и ни в коем случае не ропот. Кстати, я редко разговариваю со своим телефоном, но это как-то я попросил у Сири в айфоне сказать мне, в каких книгах Библии написано о ропоте. И Сири, кстати, тоже знакома с этим качеством ропота, и она мне ответила, дала мне 100 стихов из Библии, которые говорят о ропоте. Я даже сам не знал, даже как-то позавидовал, но Сири знает больше о ропоте, чем я, именно в плане информации, то, что содержится в Писании. И вот, друзья, мы с вами сейчас подошли уже к нашему первому пункту, и попробуем с вами разобраться, какая же природа ропота или же сущность, в чем корень проблемы. Итак, первый наш пункт называется «Сущность ропота» — это прихоти. Иногда это, возможно, такое трудное русское слово, это по-другому желание, по-народному это такие хотелки, это когда мы что-то хотим, иногда не знаем, чего мы хотим, иногда мы хотим, кажется, настолько готовы сражаться за это, но на самом деле оно вообще не имеет как бы даже основания, чтобы за это спорить, расстраиваться, повышать голос там и так далее. И читаем с вами то, о чем говорит нам Писание о ропоте. Иуды, 1 глава, 16 стих, там написано «это ропотники», то есть конкретно по теме, о ропотниках кто они, какая их природа, чем они дышат, вот что написано. «Они ничем не довольны», хотя они так не думают, но так со стороны. И в Писании так написано, «они ничем не довольны, они поступающие по своим похотям». Вот это похоти или прихоти, желания, которые нас иногда не оставляют в покое. «Поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова». То есть при ропоте обязательно задействованы уста, язык работает. Дальше. «Они оказывают лицеприятие для корости». Итак, разбираем этот стих по косточкам. «Ничем не довольны». Слова у них часто преувеличенные, очень радикальные. У них проявляется лицеприятие, то есть против людей, против которых они выступают, наговаривают, возможно бунтуют. Они в глаза им могут улыбаться, могут им руку давать, но это лицемерие. На самом деле за их спиной они на них гонят, они на них говорят плохо, они с ними не согласны. И поступают по своим похотям или прихотям, это уже знак эгоизма, который присутствует в человеческой природе. Люди, которые в ропоте, они часто, люди представляют более негативную, негативный дух. У них намного больше негатива, чем позитива. Это люди, которые по жизни чаще говорят о плохом, чем о хорошем. И здесь можно остановиться, задать вопрос самому себе и можно жену и мужа спросить. Чем, о чем я больше говорю по жизни? Больше о хорошем или больше о плохом? Как я реагирую на разные трудности, на разные обстоятельства? И здесь все эти писания мы можем анализировать свою жизнь. Мы больше иногда замечаем слабые стороны, больше замечаем, чем замечаем сильные стороны. И теперь, друзья, мы с вами подойдем к истории израильского народа, где в Библии получается почти, можно сказать, целые книги. Описаны, очень много написано о ропоте. Это книга чисел, книга исход, где сколько глав, сколько деталей, все детально-детально описано именно о ропоте. И потом в Новом Завете, друзья, также цитируется и Старый Завет, и все возвращается к той же проблеме, где народ Божий, он находился вот в этом грехе, в этом состоянии ропота, и Бог их всю жизнь учил, всю жизнь им говорил. И сегодня эти уроки, они и для нас являются актуальны. Хочется посмотреть на историю израильского народа, они просто как, ай-яй-яй-яй-яй, как они могли так роптать? Хочется сразу нас предупредить, мы не такие уже и хорошие. Мы не настолько лучшие. Давайте будем смотреть на это не просто как на историю израильского народа, а посмотрим на это как на историю моего хождения перед Богом сегодня. Итак, числа 11 глава, 4 по 6 стих. Написано, пришельцы же между ними стали обнаруживать прихоти. Это когда израильский народ идет по пустыне, когда он вышел из Египта. А с ним и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте, мы ели ее даром. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Все в деталях перечисляется. А ныне наша душа изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Итак, друзья, здесь снова раскрывается нам суть, сущность природа ропотника. Итак, во-первых, у них проявляются прихоти. Здесь очень ясно об этом написано в Писании, именно этим словом, что они начали обнаруживать прихоти. В английской Библии называется это, в King James переводе называется fell into lasting, то есть они в такие вот нехорошие желания, греховные похоти на них нашли, и они как бы сдались. Дальше еще написано в английском переводе craving. Это такое страстное желание, вот чего-то такого сильно-сильно хочется, вот просто хочется. И вот эти вот прихоти, которые пришли, интересно, что они пришли не из Писания, а они пришли как бы извне. Написано там, что пришельцы между нами стали обнаруживать прихоти. То есть всегда есть люди, всегда есть социал-мидия, всегда есть соседи, всегда есть причины для того, чтобы плакать. Представьте себе, там написано, что они сели и начали плакать. Ну вы представляете, да, взрослые дядьки, да, вот эти тети сели и начинают плакать. И спрашивают, а что же вы плачете, друзья? Ну как, почему мы платим? Надоела нам вот эта вегетарианская пища. Нам хочется все-таки мяса. И здесь у них сразу идет воспоминание о прошлом. Природа ропота, она не может как будто бы жить или согласиться с настоящим. Всегда или мечтает о каком-то будущем, или же живет прошлым. Но Писание призывает нас радоваться и находить благодарность в сегодняшнем дне. Это и повлияет на твое будущее. Но они почему-то возвращаются именно в прошлое. И здесь мы также видим, что здесь проявляется состояние духа. Как только приходит трудность в жизнь человека, человек начинает по жизни, здесь написано плакать, в английском переводе написано там whining или начинает ныть. И не обязательно физически ныть, но дух, слова, тон, настроение, все остается негативным, таким отравленным, неприятным. Вся вот эта ядовитая атмосфера, она отражается на всех и на все. В этой природе ропотника мы также видим ненасытимость. В начале они заявляют и говорят, нам надо мясо. Кто накормит нас мясом? Ребята, в чем проблема? Почему вы ноете? Нам надо мясо. Окей, хорошо. Дальше стоит запятая. И дальше. Мы также не против. Рыбу, дальше дыни, дальше лук, чеснок. Стоп, стоп, стоп. Вы сказали мясо. Ну да, мясо мы имеем в виду, подразумеваем и Мерседес, и дом. И все, мы же как бы говорим об одном, а в уме имеем другое как бы. То есть вот это такая природа ненасытимости. Кажется, что нам нужно решить только эту проблему. На самом деле проблема сокрыта намного глубже. Проблема в природе ропотника. Тебе дадим мясо, захочется рыбы. Дадим рыбу, захочется мясо. И получается ни рыба, ни мясо в результате нулевой результат. Потому что это всего лишь симптомы. Но корень проблемы кроется намного-намного больше. Это все равно, что человек приходит к вам перед дверью и начинает говорить. Нет ли у вас что-нибудь попить? А то я так проголодался, что аж негде переночевать. Это приблизительно в такой же как бы сфере мы как бы двигаемся. Когда мы представляем какие-то проблемы, претензии Богу как бы людям. Но на самом деле проблема намного серьезней. Также природа ропота открывает нам категоричность. Когда мы смотрим на эти все примеры, наша первая реакция и моя – это не мы. Это не про нас. Это вот про них. Но вам, чтобы приземлиться, нам нужно нашу историю сейчас вспомнить. Нашу проблему. Твою сегодняшнюю земную реальную проблему. И вставить те обстоятельства от тебя и подумать, как мы реагируем. Сходится ли это с нами как-то или на что оно похоже. Почему категоричность? В этом месте Писания написано, они говорят, нет у нас ничего, ничего нет. Так написано в Писании. И дальше запятая и сразу противоречие. Но есть манна. Так вы же только что сказали нет ничего. А потом говорите, ну, есть как бы манна. Вот этот подход по жизни, когда люди устраивают вот этот такой радикальный никогда, никогда. Ты никогда мне не помогаешь, ты никогда мне ничего не дашь, ты никогда ничего не купишь. Ты всегда такой, ты всегда сякой. Never say never. Никогда не говори никогда. Но вот эта вот природа ропотника, она вот стоит такой категоричной. Это противоречит духу Писания. Это не то, к чему мы люди призваны. Это нас потом ставит в такое неловкое положение. И Писание призывает нас не такими быть, не так жить. Дальше интересно, что израильтяне сами говорят о своем состоянии внутреннем. Хоть они говорят, нам хочется мяса, но оно как-то вырвалось и проявилось. И они как-то сами себя выдали и говорят, наша душа изнывает. Проблема вот в чем, друзья. Проблема не в земных проблемах. Проблема не только в физическом. Или больно, или что-то хочется. Проблема внутри. Проблема в духе и в душе. И вот они об этом же и рассказывают. Смотрите. Нам хочется мяса, у нас там того-того нету. И дальше написано. А ныне наша душа изнывает. Интересно, что если вы посмотрите другие переводы, там написано, наша душа засыхает. И сохла. По-английски написано is dried up, dried out. Dry от слова сухо. Сухость. То есть наша душа, наш дух стал сухим. Вот это и есть настоящая проблема ропота. Недовольство. Упреков. В сторону Бога. Нету ни желания радоваться. Нету ни мотива и причины для благодарности. Потому что дух сухой. На сухую не получится ни благодарить, ни радоваться. А когда дух сухой, то там есть большая опасность. Чем он высушен? Потому что нету подпитки. А написано, что Иисус, Он есть источник жизни. Христос говорит, я есть вода, вода живая. И когда мы эту воду не получаем, когда мы наш дух не питаем, когда мы движемся на сухую, то тогда мы встаем сухими духовно. А вы знаете, что за сухой дух написано? Очень интересно, этого места нету на экране. Но вы можете дома проверить. 1 Коринфянам 4 глава написано 17 стиха. Нет, простите, Луки 11 глава, 24 стих. Когда нечистый дух выходит из человека, то ходит где? По каким местам? Безводным. Сухим. Хм, интересно. Дух злой, нечистый ходит и заходит. Куда? Там, где сухо. Там, где сухо. Безводные места. Так написано в Евангелии в разных переводах. И именно тогда, когда человек внутри сухой, нету источника личного питания, личного уединенного, стабильного отношения с Богом, туда заходят вот эти злые духи, бесовские. Они там постоянные гости. Они там претендуют на то, что они квартиранты, легальные. И вот тогда они тебе диктуют мысли, рисуют картины, страхи, ужасы, панику, переживания. И вот оттуда и вырастают вот эти ноги, корень, ропота. Человек начинает по жизни бубнеть, роптать, быть недовольным и так далее. Потому что мы питаемся не от того источника. Питаемся Инстаграмом, питаемся Ютубом. И там можно выбрать что-то хорошее. Но когда это единственный наш источник питания, это телефон и все, то тогда начинаются проблемы. Мы начинаем засыхать, высыхать. И тогда начинается проявление, что и душа изнывает, иссыхает, и дух, и тогда проявляется ропот. А мы думаем, надо обстоятельства поменять. Нет, друзья, нужно что-то другое менять. Нужно себя наполнять источником воды живой. И это также этим образом, преобразом является Слово Божье. Слава Богу за это, друзья. Интересно еще, что написано в этом коротком месте отрывке. Так много полезных уроков для нас, что здесь о ропоте также можно видеть, что фокус меняется или фокус прикован к видимому. Вот здесь вот в конце этого местописания написано, что наша душа изнывает, иссыхает. У нас ничего нет, только манна в глазах наших. Фокус только в глазах наших. Фокус на только видимое. Не на невидимое, но на видимое. Фокус на земное. Не на внутреннее, а на внешнее. И тогда начинается вот эта проблема или порог ропота. Апостол Павел, 1 Коринфянам 4 глава, пишет нам, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим на ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот через призму чего призывает нас смотреть Писание. Вот когда мы фокусимся только на видимое, только на земное, только на внешнее, тогда нас одолевает ропот. В этом сущность ропота. Вот, друзья, вот только в этом месте Писания, число 11 глава, два стиха. Вы заметили, сколько уроков о сущности природе ропотника? Крайности, радикальности, категоричность, ненасытимость, фокус на видимое и так далее, и так далее. Для нас это бесценные уроки сегодня. Итак, первое, природа ропота – это прихоти. Второй пункт. Ропот, природа ропота всегда обвиняет, всегда ищет виновного в их трудностях и обстоятельствах. Число 11 глава, 13 стих. Написано, откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Говорит Моисей. Ибо, это он молится Богу, ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Интересно то, что проблема – это, понятно, эта проблема реально существует, это полбеды. Но больше проблема возрастает, когда люди начинают обвинять, искать виноватого. И как будто бы мы так думаем, что если мы найдем виновного, нам станет легче. Хотя от этого проблема, по сути, не меняется. И дальше написано, что они обвиняют Моисея, что Моисей как бы виноват в том, что нет мяса. И дальше они написано, плачут предо мною. Моисей жалуется Богу, что они передо мною плачут, ноют, ропщут. Потому что природа ропотника, природа ропотника не имеет обычая плакать перед Богом. Она плачет перед людьми. Муж и жена – это первые слушатели. У них так как бы судьбой придется слушать музыку. Ну а дальше другие люди, близкие, дальние, будут слушать ту же музыку. И вроде бы как бы мы и приходим как бы к Богу. Но в основном наше нытье направлено больше людям и против людей. Потому что это есть природа ропотника. Она обвиняет, она ищет виновных. И вот Моисей, вместо того, чтобы плакать, тоже там найти какого-то друга, перед кем можно поплакать, он идет с этой проблемой к Богу. И он говорит, они плачут передо мною. Что мне делать? Исход 17 глава, с 2 по 4 стих написано, «И укорял народ Моисея и говорил, дайте нам воды пить». И сказал им Моисей, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? Моисей возопил к Господу и сказал, что мне делать с народом, с ним еще немного, и побьют меня камнями. Смотрите, настолько жестоко, настолько далеко может заходить ропотник. Сейчас никто из нас не думает, что мы готовы на такие радикальные меры, кого-то убивать, побивать камнями. Но мы иногда не задумываемся, как мы своими словами делаем то же самое эмоционально, раним репутацию, убиваем, сплетничаем, как бы наговариваем, делаем, как бы обвиняем человека в нашей горе, в нашей беде. Это те же самые камни, которые летят в сердце человека и оставляют там шрамы. Написано, они готовы пойти так далеко, потому что это природа ропотника. Она идет с нарастанием. Если не положить конец этому, она будет обязательно расти. Любой росточек, недовольство, ропота, горечи, бунта, он имеет свойство обязательно расти. Вот почему стоит реагировать очень быстро. Заметьте, как быстро эти люди забыли все хорошее, все, что для них сделал Моисей. Как быстро они забыли. Одна ситуация, с чем они не согласны, или дискомфорт земная, и сразу же перечеркиваются все годы. Все годы хорошие, все моменты хорошие. Все перечеркивается и забывается. Здесь хочется, друзья, сказать, что когда мы ищем что-то, требуем от кого-то, просим, то здесь нам важно запомнить вот это правило, что иногда проблема наша не в том, как мы обращаемся, что мы просим у людей или у Бога, а именно как. Особенно по отношению между людьми. It's not about what you're asking, it's how you're asking. Проблема не в том, что ты просишь или требуешь, но именно как ты это просишь. И здесь хочется сказать ко всем нам сегодня, что это золотое правило, которому стоит прислушаться и, возможно, спросить себя, сказать себе правду, спросить у супруга, слушай, когда я к тебе обращаюсь, есть ли иногда проблема в том, что я так спрашиваю, что тебе аж не хочется это делать, то, что я прошу. Но я так тебя спрашиваю, так тебе напоминаю об этом, что тебе просто аж не хочется об этом помнить. И иногда хочется попросить самого себя, Дух Святой, помоги мне вот это правило применять в моей жизни между отношениями среди людей и помнить мне, что суть не в том, что я прошу, но главное, как я прошу. Я думаю, что вы все согласитесь иногда, когда муж, жена или ребенок у вас спрашивает иногда ту же самую информацию, но он с таким подходом это делает, что это сразу располагает в сердце. Вот почему-то точно так же реагирует и Бог. Когда люди что-то требуют, вроде бы хотят, просят, ропщут, вроде бы просят, но ропщут, не тем методом это делают. Мы можем то же самое делать, но с позиции смирения и мира, и кротости. И результаты будут немножко другие. Интересно, что когда вот они возрабтали на Моисея, израильский народ, были готовы побить его камнями, то дальше они подошли к Скинии, эта история описана тоже в Библии, где Корей сделал восстание, собрал других там бунтовщиков, единомышленников, и они подошли к Скинии, собрание, восстание против Моисея, недовольство, ропот. И дальше написано, что Бог, Он сделал так, что земля раступилась, и они там все попадали, земля их поглотила, Бог их наказал, и было очень явно видно, что Бог заступился. Это сверхъестественное, природное явление. Земля разошлась. Это не так часто происходит в жизни. Это было видно, что это Бог реагирует, Бог защищает или наказывает. Интересно то, что на следующий день, когда Бог наказал одну группу ропотников, приходит на следующий день, внимание, не через год, на следующий день приходят люди и говорят Моисею, ты убил этот народ. Вау, кажется, друзья, вы что, вы что, новости здесь смотрели? Земля разошлась. Вы не видели видеоклип вам переслать? Вы что, не видели? У вас где глаза? Уши? И они говорят, нет, Моисей, ты виноват в том, что они умерли. Снова суть, природа, сущность ропотника. Он всегда обвиняет других людей, даже когда Бог действует очень явно. И здесь, друзья, нашу ситуацию сегодня, сравните вашу проблему, вашу сегодняшнюю ситуацию и трудность. Мы всегда имеем тенденцию обвинить человека, который виноват в моей трудности или в моей проблеме. Но иногда нам, как верующим людям, следует понимать, что иногда Богом что-то допущено. Не надо идти по этому примеру или природе ропотника и сразу обвинять других. Да, люди могут быть 100% неправы, виноваты, могут сожалевать потом, но если я верю, что я в твоих руках, Бог, я в твоих руках, ты не допустишь мне пройти что-то, что я не смогу больше. Помните, как Давид говорил за семей, который его тоже унижал, несправедливо, обижал. Он говорил, а что если Бог допустил? А что если Бог допустил? Наши мысли иногда даже не идут в ту сторону, но человек, который знающий близко Бога, назван по сердцу Бога, Давид говорит, а что если Бог допустил? И тогда немножко наши обвинения, наш ропот, наше все недовольство, оно должно, по идее, все как-то остывать на основании этих примеров. И дальше интересно то, что когда люди идут со своими проблемами или претензиями к людям, то есть другой вариант. В примере, в образе Моисея, когда Моисей идет с этими же проблемами к Богу, он тоже мог бы себе найти каких-то пару лидеров, кому поплакать за других лидеров, тоже мог бы найти себе каких-то единомышленников и как-то разобраться с теми, которые там против, их как-то подавить, морально уничтожить. Но он с этими проблемами идет к Богу. Итак, вторая сущность ропота, это ищут всегда обвинения, ищут виноватого. Третий пункт. Природа ропота – это зависть. Читаем с вами тоже числа, 16 глава, 3 стих. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали, это те же израильтяне, история того же народа. Полно вам все общество, все, все общество, все святые, и среди их Господь. Почему же вы, Моисей и Аарон, ставите себя выше народа? Кто вы такие? Что ты возомнил о себе, что ты такой святоша, такой там царь, священник, там руководитель? То есть у человека, у которого имеет природу ропота, у него возникают проблемы в разных сферах жизни. Ропот – это несет с собой букет проблем. Горечь, обида, там сплетни, наговоры, недовольство, неблагодарность. И вот здесь еще и зависть. Помимо своих проблем, он еще как-то успевает и другие цеплять грехи и начинает завидовать положению в обществе других людей. Начинает завидовать. Когда человек сравнивает свое положение, свою жизнь, свою машину, свой дом, свой инстаграм, аккаунт, сколько лайков собрал, когда он начинает сравнивать свои финансовые возможности, свое здоровье, человек начинает почему-то просто завидовать другим людям. И вот эта зависть, она начинает человека внутри разрушать. Потому что в Писании написано, ибо где зависть и сварливость, там не устройство, там не устройство, об этом говорит Слово Божье, там не будет порядка мира и там все худое. Особенно в этом деле сегодня помогает нам в плохом смысле социальные сети, которые сравнивают, сравнивают мир, сравнивают, там же все рассказывает, что только хорошее. Редко я встречал или вы встречали, кто-то рассказывает о своих проблемах, рассказывает, как у него плохо, как все некрасиво, как все... Там же показывают только красивое. Все, кажется, такое шикарное, как будто люди в раю живут, а мы на земле. И кажется, вот эта гонка, нехорошие чувства, вот эти прихоти начинают себя одоливать, Хочется как-то сделать и ремонт хочется сделать, и машину хочется другую, и как-то денег хочется больше, и как-то жить хочется лучше. Все как-то в сравнении. Мы начинаем завидовать, начинаем как бы искать того, чего нету. Пример Ева. Помните Ева, да? Кажется, ну, оказалась в раю. Вау. Есть все, доступ ко всему. И вот здесь, смотрите, какая фишка. Сфокусировалась на том, чего нет. Вау. На одном дереве, которое нельзя. На одном плоде, который был запретный. Кажется, ну, Ева, ну очнись, проснись, ты же в раю. Нет, и вот, видите, как-то вот. И как только сфокусировалась на чем-то негативном, как только сфокусировалась на чем-то плохом, сразу компания. А подлинно ли сказал Бог? Сразу друзья тут как тут. Шепчут что-то на ухо. И начинают тебе сомнения сеять. А сомнения, это же вот, как скажем, ингредиент ропота. Сомнения. Ингредиент, составляющий ропота. Сомнение. Поэтому мы, как христиане, на этих примерах должны учиться, что нам нельзя в ту сторону вообще думать. И четвертая составляющая ропота – это неверие. Конечно, неверие – это то, что очень сильно, кажется, касается Бога напрямую. Вы знаете, друзья, что израильский народ, о котором так много написано в Писании, именно вот этот период книга «Чисел», книга «Исход» – это был самый яркий, самый мощный, самый впечатляющий период чудес, которые когда-либо были на земле. Проанализируйте. Помните там, как вода, жабы, действия Божьи, чудеса, 10 казней египетских, расступается море. Вау! Вода из скалы. Ну, просто в короткий сезон самая большая доза чудес, которая только возможна. Именно они больше всего роптали. Оказывается, друзья, проблема или секрет не в чудесах. Мы думаем, ну вот если я сегодня встану здоровым. Проблема не в чудесах. Они видели их, ого-го, сколько. Проблема намного глубже, глубже, глубже. Это дух, это природу надо лечить. Вот почему за неверие Бог особо реагировал. Исход 14 глава с 29 стиха написано. Сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил их Господь в тот день от руки египтян. И увидели израильтяне, египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа. И поверил Господу и Моисею. Поверил Господу и Моисею. Читаем дальше. Исход 15 глава 22 стих. И повел Моисей израильтян через Щермное море. И они вступили в пустыню. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. И возроптал народ на Моисея. Вопрос математический. Сколько дней прошло? Сколько дней прошло с тех пор, как они пели песню. Поверили Господу и Моисею. Восхищались. По суше прошли через море. Сколько дней прошло? Энтузиазма хватило на три дня. Ай-яй-яй, какие плохие неверующие израильтяне. Правда? Здесь только вспомнит нашу трудность. Маленькую, земную. И иногда мы подходим очень близко. В церкви мы поем аллилуйя и руки поднимаем и правильные слова говорим. И здесь кажется все так, мы все красивые и пушистые. Но, когда мы сталкиваемся с трудностью, вот эта вера, о которой мы слышим и вроде бы себя с ней ассоциируем, кажется куда-то, куда-то надевается так быстро. Наступает понедельник, и кажется, вот это воскресное настроение, служение, вот это все как-то где-то испарилось. Почему? Lord God, why? Why? Why so fast? В чем же корень этой проблемы? Наверное, он все-таки не в обстоятельствах. Прошло всего лишь три дня. И сразу недоверие, бунт по отношению к Богу. Вы помните, Захария, написано, он был наказан Богом, хотя он задал простой вопрос Богу. Там очень ярко сказано, за неверие, за то, что ты не поверил. Написано в Писании, что евреям 11 глава, 6 стих, а без веры угодить Богу невозможно. Любой человек, который называется верующим, хочет быть верующим, и выбирает идти с Господом без веры, он не может, нету вариантов, нету других каких-то формул, методик, нету таких взяток, нету ничего. Без веры невозможно угодить Богу. Это то, на что Бог претендует, то, что Бог ожидает, особенно от нас, верующих людей, которые уже со стажем, которые давно в церкви много читали, слышали. Но когда у нас исчезает наша вера, и появляются сомнения, это Богу не угодно. И вот за неверие, за неверие Бог реагирует. Это еще одна сущность или природа, причина ропота, это неверие. И последняя причина, это отравление общества. То есть ядовитый слух, худой слух, худая молва, когда люди, которые заболели ропотом, они плохо влияют на других и на общество. Число 11 глава, 5 стих написано, «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы начали плакать». Кто первый начал плакать? Не израильтяне, как бы можно сказать, ну, неверующие. Верующие как бы вначале не плакали. Начали плакать пришельцы, другие, ну, плохие, там, назовем их грешниками. А эти просто сидели рядом, просто были в одной компании. И вдруг и те начали ныть. Вы понимаете, как заражается общество просто настроением, духом негативным? И они повлияли и на других. Число 16 глава, 19 стих написано, «Корей, который тоже был в состоянии бунта и ропота, собрал против них, собрал». Не просто сам сказал, я не согласен. «Собрал сообщников, обзвонил, разослал текст-месседжи, за столом поделился, собрал против них, Корей, все общество, ко входу скини и собрания. И явилась там слава Господня всему обществу. Разверзлась земля, поглотила их домы, их всех людей, Кореевых, и все имущество. Ропотник по своей натуре, природе, он всегда будет искать сообщников, единомышленников. Иногда ропотников сравнивают с таким животным, как гиена. Гиена часто не действует обычно в одиночку. Гиены нападают стаями. Вот почему они нас собирают, этих как бы гиен собирают, это общество, и потом начинают действовать вместе, начинают заражать общество, отравлять общество плохой информацией, негативной, страшной, которая парализует, которая настраивает, которая ворует мир и радость из нашего сердца. Поэтому, друзья, будьте осторожны, с кем вы общаетесь, как вы общаетесь, о чем вы общаетесь, потому что это заражает и нас. Число 14 глава, 37 стих. Когда 12 согладатых пошли в землю обитованную на разведку, потом они вернулись, и написана реакция, у них была разная. Сии распустившие худую молву о земле умерли, быв поражены пред Господом. Из этой группы, те, которые говорили плохо, негативно, не верили, роптали, умерли, Богом наказаны. Но остались живых только Иисус Навин и те другие, которые остались верны Богу и продолжали верить. Друзья, худую молву можно распускать, даже не выходя из дома. Сегодня с помощью телефона можно так распустить молву, любую, в любом направлении, в сфере политики, церкви, бизнеса, в чем угодно. Поэтому нам, как христианам, важно помнить, что это не наше призвание, это не наша природа. Иногда общение с людьми в компаниях, оно может быть токсично, ядовито. Поэтому для нас, верующих людей, нам важно помнить, нужно друзей выбирать не только по размеру кошелька, и не только по интересам, а друзей выбирать, насколько это меня созидает, меня формирует, помогает моему духовному росту, обогащает меня внутри, или же оно меня опустошает, отравляет, отравляет, забивает негативной информацией. Заметьте, что эти люди подошли к земле обетованной очень-очень близко, и вот они там начали роптать, и дальше Бог принимает, вы помните, радикальное решение по поводу того, что те люди, которые роптали, они понесут серьезное наказание за это. Но я хочу обратить ваше внимание, они подошли уже к земле обетованной очень близко. Уже, кажется, ну чуть-чуть не хватило, вот-вот-вот они уже там, и все равно человек начинает как бы идти не в ту сторону. Когда, друзья, мы видим вот это влияние информации, вот эту силу негативные, вот эта худая молва, которая распускается, это природа ропотника, которая заражает общество, церковь, друзей, людей, то это, друзья, очень сильно влияет. Информация имеет силу, и мы, как христиане, должны быть переносчиками информации мира, даже если с чем-то мы не согласны. Мы должны быть переносчиками, которые созидает и устрояет. Расскажу вам одну историю, когда два человека, они очень сильно поссорились. Были два соседа, близко жили, между ними просто одна река была, и все. Но даже не по их решению, а благодаря тому, что третий человек, третий, не между ними был конфликт, а просто туда впрыскнул негативную информацию, неправильную, просто дал какую-то сплетню, повод для обвинения или для подозрения. Настолько это воспринялось близко к духу, к сердцу, что они перестали разговаривать, и один сказал, я даже не хочу этого человека видеть, хотя они даже между собой не разговаривали. Это просто худая молва. Всегда проверяйте. Не верьте. Всегда проверяйте другую сторону. И он сказал, постройте мне забор здесь между ними. Между... Ему говорят, так у тебя ж тут река, какая проблема, речка есть, все нормально. Он нанял рабочего, чтобы рабочий построил забор, чтобы даже не видеть того брата-соседа. И уехал на вакейшн. Приезжает с вакейшн, спрашивает у рабочего, как справился. Он говорит, да, справился. Быстро. Он говорит, да нет, не сильно быстро, чуть заняло время. Он выходит на улицу, смотрит, а вместо забора построил тот мост. Он в шоке. Как? Ты что? Я же тебя просил забор построить. Пока он приходит в себя, бежит навстречу, сосед тот, через мост. Подходит к нему и говорит, брат, прости меня, ты лучше, чем я. Я даже не думал, но ты в своем сердце решил, что ты построишь мост навстречу мне. Ты лучше, чем я. Я тебе так благодарен. Ты такой хороший человек. А тот переваривает, приходит в себя. Он это никогда не решал. Просто был один рабочий. Переносчик не худой молвы, а хороший. Нам его имя неизвестно, нам только известна его природа. Он все делал к миру, к созиданию и принес информацию другому, что тот, в принципе, не против и мост построить. И когда тот у него спросил, так ты не против был и мост построить? А тот в шоке говорит, да в принципе не против. Видите, какая сила сокрыта в информации, в переносчике. Ропотники, худая молва всегда строит стены. Но добрая молва, те, которые работают на созидание, они строят мосты. Мы, христиане, призваны строить мосты, работать на созидание. Ропот – это не наша природа. Ропот – это не наша порода. Мы от него отрекаемся во имя Христа Иисуса. Природу ропота нужно умертвить. Для нас здесь есть большой преобраз, что Бог сказал, что все ропотники, они умрут в пустыне, падут костьми в пустыне, потому что эту природу нужно не просто лечить симптомы, нужно рубить корень, нужно перерождение, рождение свыше. У нас есть другой потенциал, другой дух. Это не наше призвание – бубнеть, роптать. Наше призвание – радоваться, благодарить и верить Богу нашему, за что Ему слава. Вот почему евреям написано, третья глава, «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Когда мы начинаем роптать, мы ожесточаем. Сердце стоит твердым, профессионально холодным, не божественным, а мы призваны быть теплым, открытым, мягким. Но ропот делает сердце жестким. Жестким – это процедура, которая выдавливает такой результат. Но это не наше призвание, друзья. Итак, заканчивая мою проповедь, я хочу на экран еще раз вот эти пять пунктов. Сущность или природа ропота. Вы можете их сфотографировать, запомнить. Главное для нас взять уроки, что мы сегодня не хотим так жить. Эту природу нужно менять. Друзья, нам важно менять не обстоятельства в нашей жизни, но природу. Важно менять не обстоятельства, но природу. Иначе обстоятельства – это всего лишь симптомы. Я хочу вам сказать, братья и сестры, что людям, которые вокруг вас, если вы по натуре негативный человек, у вас больше негатива, больше недовольства, больше ропота, людям, которые вокруг вас, откровение номер один – очень трудно, очень тяжело дышать, очень трудно находиться в вашей атмосфере. Вас это вдохновляет, вас это откровение не вдохновляет. Я согласен. Тогда у меня есть второе откровение. Люди – ропотники, которые больше негатива, говорят больше негативные по своему настроению и разговору, это разрушает вас, лично вас внутри. Вот это откровение уже лично для вас. А мы призваны быть другой природой. Мы призваны, христиане, быть немножко выше и летать немножко выше. Давайте мы встанем и помолимся. Пусть Бог благословит нас сегодня, чтобы мы пригласили Духа Святого, чтобы Он произвел, как хирург, произвел операцию над нашим сердцем. Чтобы мы не были людьми ропота, но чтобы мы были христиане, которые радуются, благодарят Бога за все. Аминь. Аминь.